FunPay.ru, первая в Рунете биржа игровых валют, аккаунтов и услуг. Более трех тысяч приложений. Покупайте напрямую у игроков без посредников. Ща порву тебя нахуй, сука! Эй, американец, что там в ООН насчет Гондураса решил? Тебе пизда, ты понял, блядь? Приветствую всех на канале The Game Reviews. Сегодня, наконец-то, посмотрим, на что способна видеокарта AMD Radeon RX 590 в игре Повек и Старкова. А также скажу пару слов о том, стоит ли ее покупать и при каких условиях. Ну и, соответственно, немножко скажу насчет ее ближайшего конкурента. К этому выпуску канал поддержали зрители с позывными Ганс Шнице, Влад Толмачев, он же Кэжуал Влад, Калибр Рюкаст и двое человек, поддержавших канал через Яндекс.Деньги. Они пожелали остаться анонимными. Спасибо вам, ребята, за поддержку канала. Сейчас, как обычно, небольшая рубрика «Вопросы и ответы мини». Кому неинтересно слушать, мотайте на время, которое указано на ваших экранах. Ганс, по поводу твоего вопроса. Конечно, FX-8350 будет лучше, чем Феном 2Х6090T. Проблема Фенома в отсутствии ряда современных инструкций, которые нужны современным играм, такие как AVX, AVX инструкции, AVX инструкции, AVX инструкции, AVX, где AVX, покажи, ткни, AVX, где он, блядь, где его не хватает, су... ССЕ 4.1, ССЕ 4.2. Все эти инструкции повышают производительность в играх, повышая скорость векторизации обработки данных в работе с трехмерной графикой, соответственно. То есть без этих инструкций, как бы технокухня не кукарекала, в современных играх будут проблемы, ибо ускорение векторизации так или иначе влияет на время построения кадра. Поэтому из этих двух процессоров, конечно, FX-8350. По поводу того, что нужно делать, чтобы он работал более-менее нормально, применительно к игре Побег из Таркова, на канале есть два выпуска. Это номер 260 и номер 267. Их нужно оба посмотреть, и обязательно в правильной последовательности. Влад, если у тебя там FX-8300, то там дальше будет зависеть от материнской платы, ты ее не указал, поэтому если там что-то на 760, допустим, чипсете, то такой комп у нашей местности стоил бы порядка 20-23 тысяч рублей. Это если у тебя там еще и 16 гигов оперативки, конечно, стоит. Ну и если корпус не засран, само собой. Но это тебе, конечно, правильнее будет сравнивать с ценами на подобные ПК именно в твоем регионе. Калибр, смотри, у тебя сейчас главных проблем может быть три. Самое очевидное, это неправильно набранная память. У тебя мало того, что стоят модули с разной частотой, так еще очевидный с разным объемом. Так делать нельзя. Твоя платформа поддерживает 4-х канальный режим памяти. А это значит, что объем памяти в каждом канале должен быть одинаковым, чтобы не было смешанного режима. То есть 20 гигабайт при таком раскладе у тебя не может быть. А раз стоит именно 20, значит у тебя стоит либо 3 модуля, либо 6. Либо вообще там все модули разного объема. А должно быть 4 модуля, либо по 4, либо по 8 гигабайт. И никак иначе. Ну можно и по 16, конечно, но если оно тебе надо. Соответственно, вынь всю память, что у тебя есть, оставь только модули одинакового объема, допустим, там у тебя останется 3 модуля по 4 гига или как-нибудь так, и докупи к ним еще один такой же. Только бери модуль с частотой не менее 1866 мегагерц. Тогда вся память у тебя будет работать на этой частоте и за счет полноценного 4-х канала получишь хорошую пропускную способность. Хотя, конечно, правильнее всего было бы вынуть всю память, что у тебя есть, и купить комплект из 4-х одинаковых модулей. Это будет самое правильное решение. А всю старую память продать, чтобы не было перемешивания разных модулей. То есть тебе надо купить либо 4 по 4, либо 4 по 8 одинаковых. Если что, ссылки на память будут в описании. Она сейчас не особо дорогая, там будет указано, что это ссылка для тебя. Далее, обязательно выруби гипертрейдинг, независимо от операционной системы, потому что 6 ядер твоего процессора игре предостаточно. Плюс, так как прос еще разгонный, не забудь его разогнать как можно больше, чтобы увеличить скорость кэша. Потому что при таком разрешении, в котором ты играешь, нужна очень широкая шина данных для быстрого обмена. Поэтому, когда ты бежишь, где-то начинаются подгружаться новые объекты, новые текстуры. Как раз и происходит длительный фриз. Шины данных не хватает, плюс прос делит кэш на 12 потоков, а он там и так у тебя не шибко быстрый. Поэтому оставь только ядра, без доп. потоков. Спасибо вам всем, ребята, еще раз за поддержку канала. Переходим к основной теме. Итак, в январе 2019 года у меня появился новый монитор с соотношением сторон 21 к 9. Разрешение этого монитора 2560 на 1080. И как выяснилось, такое разрешение на нормальных настройках. Моя старая видеокарта Radeon RX 478 гигов не вывозила. И могла нормально работать только на среднем пресете. Поэтому я заказал новую карту RX 590, тоже 8 гиговая. Самого топового производителя карт Radeon, а именно Sapphire Nitro Plus. Версия карты Special Edition. У этой карты двойной биос, который можно переключать прямо на самой видеокарте. Один для игровых задач, другой для вычислительных, например, таких как майнинг, если он вообще еще кому-то нужен, или трехмерное моделирование. Так вот, на игровом биосе частота GPU составляет 1560 МГц. Количество универсированных шейдеров у нее 2304 штуки, что на 256 больше, чем у RX 470 и RX 570 соответственно. Такое же количество шейдеров у RX 580. Только вот за счет уменьшения техпроцесса аж до 7 нанометров, появилась возможность повышения частоты. Поэтому видеокарта RX 590 из коробки быстрее, чем RX 580. Конкретно та версия, что у меня, имеет 4 теплотрубки. Обширный радиатор, два больших 95-мм вентилятора с подсветкой. Это такой же размер, что был у вентиляторов моего 470-го Radeon от Asus Strix. На обратной стороне имеется алюминиевый бэкплейт. И что важно, между бэкплейтом и текстолитом, в той части, где расположены цепи питания с обратной стороны, также есть термопрокладка. Помните, недавно я в нескольких роликах говорил о важности отведения тепла от текстолита карты в области цепей питания. Так вот Sapphire об этом позаботился. И отводит тепло на алюминиевый бэкплейт, который по сути не только является защитой самой платы, но и радиатором тоже. Теперь о самом тестовом ПК. Процессор i7-6700, 16 гигабайт двухканальной DDR4 памяти с частотой 3200 МГц, Windows 7 Ultimate. Запись теста производилась с помощью программного обеспечения AMD Relive, то есть это то, что идет в комплекте с видеокартами AMD, аналог с Adobe Play у Nvidia, например, если кому так понятнее. Мониторинг системы проводился с помощью MSI AutoBurner в версии 4.6.0 RTSS 7.2.1. И тут сейчас... Слушайте меня очень внимательно. ...чтобы потом не было недопониманий. После обновления драйверов AMD Adrenaline до версии 18.50 и выше. Именно под Windows 7. Не все программы видят полные 8 гигабайт видеопамяти видеокарт Radeon. Например, в игре Resident Evil 2 Remake показывают упор в 4 гигабайта, при том, что в демо-версии показывало 8 гигабайт. А в GTA 5 или Far Cry 5 показывают именно 8 гигабайт видеопамяти. Более того, даже если запустить DXDiag, там на вкладке экран тоже показывают 4 гигабайта. И суть в том, что и MSI Afterburner тоже видит только 4 гигабайта на семерке. Ради интереса я перезагрузил компьютер и зашел из-под десятки. Постоянные зрители в курсе, что у меня второй SSD стоит и на нем стоит десятка. Там уже ничего подобного нет. Там везде показывают именно 8 гигабайт, как в DXDiag, так и во всех играх и программах. Очевидно, AMD, как обычно у них бывает, просрали что-то в драйверах для версии Windows 7. Помнится, такое было на моей старой RX 470 в начале 2017 года. Но там как раз через месяц выходили новые версии драйверов и там все поправилось. Видимо, в данном случае для RX 590 тоже ждать стоит какого-то фикса этих драйверов. Не знаю, в службу поддержки я написал, посмотрим, будет ли что-то или нет. Короче говоря, в видяхе 8 гигабайт видеопамяти и все они работают в игре Побег из Таркова. Но, так как Afterburner видит лишь половину, видимо, опираясь на данный DXDiag, я другого объяснения тут не вижу, У него получается странный прикол. Как только загруженная память переваливает за 4 гигабайта, счетчик начинает считать с нуля. То есть, так как для игры Побег из Таркова при ультрапресете настроек требуется 6 гигабайт видеопамяти на семерке, получаем, что для того, чтобы иметь представление о реальном заполнении памяти, к тому, что показывает Afterburner, нужно просто прибавлять еще 4096 мегабайт. И тогда получим реальную цифру заполненной видеопамяти. Для эксперимента я запустил игру, включив и Afterburner, и встроенную утилиту мониторинга AMD. Но сделал я это уже после самого теста, просто чтобы вы поняли суть проблемы. Таким образом, подводя итог, могу сказать, что показатели в MSI Afterburner в целом правильные. Только к заполненной видеопамяти надо прибавлять 4 гига мысленно и все. Если показывать заполнение менее 2 гигабайт. Это предупреждение я записал уже на стадии монтажа ролика, чтобы просто всем было все понятно. То есть изначально, когда я проводил тесты, я как-то не сильно на этом заострил внимание, но пришлось это сейчас сказать, чтобы все все поняли, а то, что потом комментарии будут вообще странные. Тест, как обычно, проводился на локации Берег, в PVE-режиме. Боты выбраны как в онлайне, в настройке игры, пресет ультра, при Full HD разрешении, так как все предыдущие карты тестировались именно на этом разрешении. Погнали! Первое, что стоит заметить, это необходимость 5,5 гигабайт видеопамяти, которую потребляет игра. Это на Windows 7. Напоминаю, что на Windows 10 на ультра пресете при Full HD разрешении требуется 6,2 гигабайта видеопамяти, поэтому 6 гиговые карты на ультра пресете не стоит использовать. Максимум высокий пресет. Как обычно, в местах скопления ботов, график времени кадра начинает нервничать, особенно когда боты замечают противника, то есть меня, и начинают лихорадочно носиться по периметру в поисках выгодной позиции. Это стандартное явление для данной игры, и видеокарта тут совершенно ни при чем. Такое происходит на любой видеокарте в таких моментах. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Во время перестрелок с дикими фпс находится в пределах 62 кадров. Во время беготни по лесной местности фпс в среднем держится на 75 кадрах с подскоками до 85 и некоторыми просадками до 65. На электростанции по традиции просадка. Фпс во время перестрелки с дикими на этом месте в среднем держится на уровне 62 кадров. То же самое и на автобусной остановке. Понятное дело, во время прицеливания в оптику фпс падает, но на самом деле не так критично, как это было, например, на 470-м Родионе. И обычно не ниже 50 кадров. На 470-м было где-то 42-45 кадров. Обращаю ваше пристальное внимание, что в моменты просадок фпс, которые вы сейчас наблюдаете, например, когда боты где-то рядом проявляют активность, происходит вовсе не по вине видеокарты. Это можно легко определить, увидев, что именно в моменты просадок нагрузка на графический ускоритель сразу сильно падает. То есть видеокарта могла бы без проблем выдавать и дальше стабильно 70-75 кадров. Но подсистема памяти в этой игре, конкретно в этой игре, иногда не справляется со своей работой. Поэтому процессор вовремя не успевает подготавливать нужное количество кадров для видеокарты из-за нехватки в нужное время нужного объема данных. Кстати, в который раз замечу, что сами ядра процессора также не являются бутылочным горлышком, что также можно заметить по общей нагрузке на ядра и на процессор в целом. Не справляется именно кэш и остальная подсистема памяти. Более подробно об этом я говорил в ролике об оптимизации игры Побега Старкова. Кто не видел, посмотрите, чтобы было более понятно, о чем речь. Там я подробно это все рассказывал. То есть повторяю, данное падение фпс происходит в данном конкретном случае не по вине видеокарты. Если бы гпу был нагружен на 100% и происходила просадка фпс, тогда еще можно было бы предположить, что проблема в карте, но не в этом случае. Побега Старкова В санатории фпс просел до 55 кадров в среднем во время перестрелки с дикими и держался чуть более 60, когда все дикие были уничтожены. Субтитры делал DimaTorzok Микростаторы не являются проблемами видеокарт, во всяком случае в игре Побега Старкова. Это фрезы, во время которых происходит спаун ботов, либо подгрузка какого-то лута на локацию. Поэтому тут дело уже в подсистеме памяти и процессоре. И такие фрезы в этой игре есть абсолютно на любом компьютере в большей или меньшей степени. По факту, видеокарта RX 590 обошла GTX 1060 как по минимальному, так по среднему и по максимальному показателю фпс в игре Побега Старкова при тех же условиях, что в принципе и неудивительно. Для тех, кто не в курсе, тест GTX 1060 6 гигами можно увидеть в 272 выпуске, который назывался ПК за 40К. Там было как раз GTX 1060 6 гигов на этой же самой локации. Стоит ли кому-то покупать RX 590? Стоит, но смотря за какую цену. Покупать новую в России за 20 тысяч рублей я бы скорее всего не стал. Сам я ее кстати купил по новогодней скидке за 14,5 тысяч рублей на компьютер юниверсе. Это была какая-то часовая скидка, на которую я умудрился попасть. И на самом деле это просто супер покупка, учитывая, что самая дешевая 1060 6 гигами тогда стоила 16,5 тысяч рублей. Плюс к этому Родиону во многих магазинах, в том числе и в том, где я покупал, подогнали три игры. Это Resident Evil 2 ремейк, Devil May Cry 5, который вот только сейчас вышел и мне его теперь можно установить, и The Division 2. Посчитайте сами, сколько в итоге денег мне по сути еще подарили к этой видеокарте. Не знаю, правда, когда я со своим интернетом смогу их скачать и поиграть, но Resident Evil 2 я уже установил. Возможно, сделаю тесты этих трех игр тоже когда-то. На этой видеокарте имеется ввиду. Так вот, покупать стоит только в том случае, если в подарок будут идти эти игры. Тогда карта своих 20 тысяч рублей стоит будет точно. Либо если игр не будет, потому что, напомню, что к этой видеокарте не во всех магазинах, то есть акция действует не во всех магазинах, где вы покупаете, это там надо именно уточнять. По-моему, например, в Ситилинке не дают игры, но это не точно, надо у них спрашивать. Так вот, если игр в комплекте не будут дарить, тогда выше 17 тысяч рублей покупать эту карту точно не нужно. Потому что за 20 тысяч, например, сейчас проще купить Vega 56 на том же компьютер-юниверсе. И, кстати, к нему тоже там дают, по-моему, две какие-то из этих трех игр. А, и еще. Минимальный 590-й радик на том же компьютер-юниверсе сейчас стоит 15 с половиной тысяч рублей. Конечно, это не сапфир, но, тем не менее, цена очень вкусная, и эта карта обходит 1060-ю, и довольно уверенно. Ну, а если бюджет не позволяет, то мой вам совет. Для Full HD монитора берите RX 570 8-ми гиговую и не парьтесь вообще. Я на своем 470-м 8-ми гиговом радике на Full HD разрешении играл совершенно комфортно, мне всегда его везде хватало. Тем более, что RX 570 сейчас продается просто по смешной цене в 8700 рублей. Вы только представьте, даже затычка в виде 1050-й Ti-ки, 4-ми гиговой, напомню, стоит более 10 тысяч рублей. Какой дурак вообще сейчас ее станет покупать, если есть гораздо более производительный радик 570 с 8-ми гигами? И стоит он дешевле на 2-3 тысячи рублей при этом. Майнеры сейчас, скорее всего, где-то плачут в сторонке, ибо они свои бэушные карты, те же радики, после двух лет майнинга пытаются продавать за 8-10 тысяч рублей. Кому они нахрен нужны за такую цену, если новая стоит 8700? На всякий случай, оставил ссылки на все видеокарты из ролика в описании к этому видео. Там же будет промокод на скидку. Она небольшая, но, тем не менее, лишней тоже не будет. Хотелось бы, конечно, посмотреть, что в таких же условиях показали бы видеокарты GTX 1660 Ti и RTX 2060, но вряд ли я когда-то в ближайшее время их смогу купить. А сейчас, как обычно, лайк или дизлайк, подписка или отписка, пока. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. До новых встреч. Спасибо.